И снова всем привет! Возвращаемся на Dota... на DPC, на Dota Pro Circuit, Южная Америка. У нас счет 1-0 в пользу команды NoPing, они подтвердили свой статус фаворита. Я бы сказал, что играли они левой ногой, но просто вот они в макро, что называется, сильнее настолько, что могут позволить себе там проиграть 11 фрагов и иметь счет 21 на 10 и все равно при этом победить. Посмотрим, что будет во второй игре. Всем еще раз добрый вечер. Да, тяжелый старт для них был, неплохо их там гангали, ребята из-за закрытых квалификаций, да, Ravens. Но опять же, да, опыт, вот эта вот хорошая макро-игра и план А в лице Terrorblade, который с первых минут шел как раз на первом месте по Нетворцу. В принципе, сыграло для них, поэтому посмотрим, как здесь будет. Здесь уже поменялись местами, активные такие хорошие, опять же, герои NoPing, Pissing King, Лина Джокиро. Сейчас можно что-то такое же, что-то из серии очень позднего по пять парня в лице Terrorblade выбрать, но опять же он в бане, да. Вот мне не понравился старт в лице Чаос Найта. Почему его сразу решили с виспом забрать, почему не смотрели вообще карты, которые могут зайти против этого ЦК, потому что, ну, Сэн Кинг, Лина Джокиро, это вот все герои, которые ЦК неплохо контрят. И причем этот ЦК, он вошел прям сразу в Сэн Кинг и Лина, да. Вот Сэн Кинг, он всегда был контроль всех героев, которые обладают иллюзиями, да. Против Лансера хорошо заходит, опять же, против ЦК, против вот всех вот таких вот ребят. И этого ЦК Пикассен Кинга, ну, такой, ну, большой вопрос, потому что в соло без иллюзии этот герой вообще ничего не может, это один из слабейших вообще керри. Да, и я соглашусь, что действительно это прикольный такой герой под Сноубол, для какого-нибудь там попца, особенно вот, когда у него как у ВК был крит, когда у ВК был крит вероятностный, а у него по времени, сейчас-то опять поменяли, теперь у ВК по времени, а у ЦК на процентах. Он реально там на линии стоишь, бьешь, и, в принципе, и сейчас тоже все равно комфортный, но да, вот этот момент, что он очень сильно уязвим, и один из самых худших суппортов для него это Джакира, и как раз-таки Джакира здесь появляется, а Джакира здесь хороший против Виспа еще, и есть еще и Сэн Кинг, а теперь еще и Кунка. И Кунка, да все, все герои практически хорошо смотрят. И причем появившийся Лешак не особо-то смотрится каким-то крутым, потому что Лешак против кого хорош? Против тонких героев с большим количеством брони, против иллюзионистов. Здесь нет ни одного тонкого кора, ни одного иллюзиониста, ни одного героя с большим количеством брони, скорее здесь Кунка просто прочный, но он, во-первых, прочный против любого типа урона, во-вторых, он еще и БКБ себе довольно рано покупает. И пока драфт выглядит прям для ноупинг гораздо лучше по всем фронтам. Немного мешает Никс, он мешает и Сэн Кингу, и Джакиросу, и Лине, и Кунке, но такое ощущение, что это единственная какая-то помеха, которая есть. И не то, чтобы она прям была настолько критичной. Ну, опять же, нивелирует это все будет Блокенбарами, опять же, Кунка соберет там Блокенбар какой-то ранее, да, вот о чем ты сказал, и герой на 24-й пик, да, это появится Керри, опять же, под Джакиро на лайн, тоже соберет, я думаю, Блокенбар там рано или поздно, и они не будут уже бояться так сильно Никса. Знаешь, может из серии даже какого-то лайфстилера можно добрать, да, против этого всего, чтобы вообще жрать этого Никса. Опять же, вот эта вот мозоль, которая будет смотреться в драках неплохо. Вот против этого героя, конечно, лайфстилер не так здорово, но, опять же, Некрофос, он тащит только до появления Нулифайера, как только Нулифайер появляется, Некрофос уже ничего не может. Какие, какие варианты есть? Ну, можно какого-нибудь Свена взять. С Дисполом. ВК, опять же. ВК, да, то есть, ну, Свен вообще хорош тем, что, опять же, Клифф не чувствует СК, и Диспол потенциальный против Некрофоса, чтобы тот в Шралд не мог спрятаться. Ну, либо просто взять любого героя, вот того же лайфстилера, и впоследствии взять ему Нулифайер. А, каким-нибудь третьим слотом, или, может быть, даже вторым, да. Вообще считается, Нулифайер супер лейт шмотка, и очень дорогой, но на деле-то, если посмотреть, он не так уж дорого стоит. Он стоит, там, четыре с чем-то тысяч, то есть, даже не пять, даже не пять тысяч, просто он, скорее, не обладает ни статами, ни чем таким вот, что обычно хочется подсобрать вначале. Вот идеально это для начала, Армлет, прям и статы тебе, и броня, и скорость атаки, и регены, все, и еще и активка какая-то. А плохой, это как раз-таки Нулифайер. Но в данной ситуации Нулифайер будет просто супер-мега жесткий. Нулифайер мастхайф против Некрофоса, потому что, если ты его не будешь собирать Нулифайер, потому что, ну, очень многие команды делают ошибку, да, они поздно этот Нулифайер собирают, и Некрофос, как раз за это время, очень много себя показывает. Так, Тэмпларка один или Кунка один? Так, Тэмпларка, Тэмпларка единица, Кунка на мидл уходит. Ну вот, Тэмпларка как раз-таки мне не очень нравится, потому что Тэмпларка, она не очень любит Лешрака, она не очень любит Некрофоса, она не очень любит ЦК, и такое ощущение, что вообще это не тот герой. Ну ладно, может быть, просто здесь, в принципе... Тэмпларка на темпе не боится никого, опять же, да, она темпанет, ей плевать вообще, против кого она будет играть, быстрый даггер, там, в 20-м минуте вот, там, Дизоль даггер БКБ, если хороший старт, там, опять же, со стаками, да, какими-то, то я вообще плевать на какого-либо героя. Я хочу отметить сет, посмотреть на ЦК, я вообще первый раз вижу, что так герой стоял вообще в доте. Да-да-да, он бачком как-то развернулся, забавно. Ну, да, темпларка здесь не лучший вариант, но в целом здесь и так все хорошо, если, скажем так, остальные герои со своей задачей справятся. Но уже не такая ситуация. Теперь, если темпларке все будет там нормально, она там будет сколько-то перефармливать, она не будет настолько же сильна, насколько был ТБ. Потому что ЦК ее нормально шотает, и под Лешаком, под Некровусом, так вообще у нее большие проблемы. Так что здесь какие-то шансы я вижу. С другой стороны, и тому же ЦК здесь тоже карт-бланша не будет, потому что какой бы он ни был, Кунка Джеки Рос с его иллюзией вырубают очень сильно. Не забывайте про наших друзей из Винлайн, баннер, их находится по трансляции, получайте 2000 рублей на депозит и ставьте на доту. Да и не только на доту, на свои любимые игры. Ну да, да, действительно. Ну а просто я не знаю игр больше, кроме доты. Дота это все. Ну кстати, кроме шуток, я вот где-то в 2000, в 2013-2012 годах, я вот стримил доту. Если я не шел потом заливать какие-то там воды или чего-то такое делать, то я шел играть в доту, я стримил, играл, стримил, играл. И вообще, я просто думаю, вот откуда столько было энергии и любви к этой игре, что можно было просто посвящать ей. Ну я не знаю, я даже не могу представить себе занятие в своей жизни, которым я занимался больше, чем дотой в свое время. И причем даже неважно было, что там, проигрываешь, выигрываешь, соло, в пати, просто фигачишь. Я тебе больше могу сказать. Мне 33 года, я больше, чем половина моей жизни играю в доту с 2004 года. С 2004 года. Ну можно посмотреть. 16 лет было. Можно посмотреть вот даже, ну у тебя еще в первую доту, тебе вообще тяжелее посчитать. А у меня в доте вот... Я посчитал тебе 17 лет. Не, я имею в виду это, количество часов. Их вообще трудно считать, потому что люди любят считать по своим проведенным часам в стиме, да. Допустим, не знаю, там хвоста 40 тысяч часов в доте, да. Но из-за того, что компьютеры не выключаются, там иногда по месяцу, да, и у тебя вот этот вот обычный простой, скорее всего, вот эти часы нужно резать наполовину, а то и больше. Понял. Не, у меня чистое время, но только оно не только игровое, но еще и комментаторское. И оно составляет 13 тысяч, 13 тысяч с лишним часов, если быть более точным, 13 238,4 часа. Ну вот так вот. Да, 40 тысяч это, конечно, жестко. Но я не удивлюсь, что у кого-то реально есть 40 тысяч наигранных часов. Так что, вот. Ладно, мы тут отвлеклись, мы рассуждали про драфты. В принципе, очень много было уже чего сказано. А, я хотел тебя спросить, в курсе ли ты про вот мое возмущение. Я не помню, рассказывал ли я о себе. Мы с тобой работали, не работали уже с тех пор. Но я, наверное, эту историю еще буду рассказывать долгое время. Про новый нулифайер, как бы, который написано в патч-ноте, что он не работает на БКБ. Ну и на магический иммунитет. Ну, он вообще не... Вообще, на Блокинг Бар, кроме каких-то сильных ультимейтов, не должны работать артефакты вообще, в принципе. Да, да. Вот. Как по мне, это нормально. И было написано, что он не работает на Блокинг Бар. И я готов, я готов, знаешь, как этот, ну, не то чтобы поклясться, но я практически уверен в том, что в первые несколько часов после патча так и было. Никаких ченджлогов после этого не было с нулифайером. Но когда я затестил его на следующий день, и до сих пор это работает именно так, ну, просто если у нас здесь появится, там, нулифайер. В принципе, в ситуации с некрофосом не важно, потому что даже если некрофос купит БКБ, он просто не сможет уйти в гошраут в таком случае. Ну, просто так, для общей информации, нулифайер великолепно работает на БКБ, если сначала накидывается и потом проживается БКБ, если кидается прямо на БКБ, если кидается на крутилку джиггернаута, и он полностью диспелит все бафы. То есть, грубо говоря, вот эта строчка, которая была введена, она непонятно почему была написана, потому что это просто является дезинформацией. И я даже, даже, по-моему, я на стриме, знаешь, такой редкий момент, когда я комментировал игру, я в соло работал, и такой мы, я просто показал эту строчку, и прям пошел тестить в лобби, и мы вместе все убедились, что это не так. Ну, вот. Ну, смотри, у тебя есть башер Вайда, соответственно, у тебя башер, который ты собираешь, ну, башер Вайда работает на БКБ, работает на БКБ, ну, вис плюс блат сверху, да? Шиферс была, да, тот загулялся. Вот, соответственно, башер, который ты собираешь из шмоток, у него должна быть абсолютно такая из механика. То же самое с пуржом Shadow Demon. Работает? Работает. То же самое с Валитаром. Ну, если по такой логике идти, ну, я, честно говоря, прямой связи здесь не вижу, но сам факт остается фактом, работает. Пурж работает примерно же так же, да? Абсолютно так же, абсолютно. Только замедляет еще там дополнительно и наносит урон, в отличие от БКБ. Ну, в общем, по обычной механической логике, все так и должно работать. Ну, в общем, вот так вот, да. Так и есть. Это такой был офф-топ. Ну, почему бы не обсудить это изменение. Здесь мы смотрим, пока что, как Темпларка стоит. Не то, чтобы ей хорошо было стоять. У Темпларки хороший урон, чего нельзя сказать про Некровс. Не самая большая атака и не самая приятная анимация, но у него есть Деспульс. У него есть вот этот реген с Деспульса. И, как мы видим, он очень хорошо добивает, на самом деле. И у него 21 на 5, а у Темпларки 12 на 2. И вот о чем и говорилось, что Темпларка был весьма сомнительный выбор. Если у него все хорошо на темпе, я соглашусь, что если у Темпларки все хорошо, на темпе она против любого драфта разыграет. Но здесь-то у него 13-2, и судя по тому, что у Некровса фулл мана, а сейчас будет и фулл хп после того, как он добьет этих крипочков, никаких перспектив у Темпларки на лейне нет. Он сильный лайнер, опять же, если у него неплохой суппорт. Ну что, ты зашел с ним в размен, полхп ему снял, да, у тебя все в кулдаун. Если ты не можешь драться, он тебя еще и Депульсом, и дополнительно харасит. И опять же, за счет там Эргена своего неплохого, да, когда крипов там добивает. Да, он очень хороший. Очень много расходников имеет, да, таких встроенных. И ему нельзя давать вот так вот просто фрифарминг, потому что он еще и Денайд, и за Денайдных крипов он тоже получает. То есть, грубо говоря, вот у него немножко хп, у него там половина хп, полная мана. Он дал Деспульс, чуть маны потратил, но добил нескольких крипов, она отрегенилась. Зарегенился с Деспульса, и зарегенился с того, что добил крипов. Ну, кстати, вот сейчас его пытаются пробить, но вот опять же, вот он, пожалуйста, Деспульс, одного крипочка добил. Сейчас еще одного. Нет, еще одного не получилось. Ну, правда, здесь он может геро... А если героя добьет, будет очень плохо, потому что... Слишком много получится. Ну, не, 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 не. Восемь стиков уже было Дестером, я думаю, прекрасно он это все контролировал. Ну, да, проседают, проседают именно в плане расходников, потому что у них, кстати, там полная зарядка вообще всего. Там вот эту плашечку как раз сейчас накидывают на микрофтс. Нельзя сейчас подставиться тут под Джокиру, чтобы опять же плевок Слипид Файра вот это не получить. Так, да, восемь стиков, еще, опять же, пассивка, все работает на ура. И на фрифарме он здесь стоит. Абсолютно так же работает Сенкинг на топе, опять же, да. Сделали они Фюзблат по Виспу и по крипам. Ну, против такого лайна Виспа, ЦК, я думаю, Лина Сенкинга просто как себя великолепно должны себя чувствовать. Опять же, это Фюзблат с тому подтверждением. Да, и плюс. Очень хороший фарм, опять же, за счет Каустик в финале. И вот постоянно напрягают они за счет своего рассказа. Так, попытка напасть на Лина, 10 секунд до Стана. Сейчас будет Реальти Рифт, выходит тут. Как-то Проседалово идет, и сейчас ЦК чуть ли сам может не подставиться здесь. Да, и подставляется, и убивают его. Ой, как плохо. Забавная ситуация. Крайне неудачный выбор коров у нас получается. Причем, как Темпларка, которая вообще была взята на Ласпик, но и ЦК был взят в Сенкинга. То есть, по сути дела, вся информация... Ну, в любом случае, он был взят в первой стадии. Не уверен, что он был взят в Сенкинга прям. Он был взят слишком рано. И вот, пожалуйста, получается у нас... О, там Кунг умирает в Соло. В Соло. Умирает Кунг, да, там Никс не подходил. Он был взят... В First Pick был Висп, соответственно, от Рейвенс. Потом был взят в Сенкинг Лина. И на открывающей... То есть в Сенкинга. ...в первой стадии. Да, он был взят в ЦК. Так, тут Лину можно попытаться забрать, но нет, не получается сделать. А вот тот самый Лишрак, который с телепорта тут неплохо сделал выпад. На хостах пришел им, по-моему, с телепорта. По-моему, да. И хороший выпад сделал. Да, с телепорта у него же нет ТПшечки. В общем, Кунг очень хорошо стартовал. Но вот из-за этого момента он свое преимущество подслил, а еще из-за одного фрага Лишрак теперь вообще выходит вперед. Но в целом ситуация не критичная. У кого ситуация критичная? Это Темпларка и Хаус Найт. Оба героя слишком сильно просели. При том, что оффлейнеры имеют очень и очень много. Вопрос лишь в том, кто из оффлейнеров здесь смотрится интереснее. Все-таки Некрофос или все-таки Сенкинг? Ну, мне нравится Сенкинг больше. Поприятнее. Он универсальный. Да, потому что против Некрофоса и защититься проще, и не то, чтобы здесь кто-то из героев прям против него страдает. Ну, условный какой-то вот. Нет Тини, который просто один гигантский камень жирный, которого просадил. Тини, наверное, плохой пример, потому что Тини слишком хорош сейчас, в принципе. Ну, или какой-нибудь вот... Какой-нибудь герой, которого, короче, вот хочется точечно. Свен, например, да. Здесь у нас темпларка, у которой рефракшн. Здесь у нас кунка, которая кидает корабль, забафается. И, кстати, на ультимейт Некрофоса этот баф тоже великолепно действует. Ну, вернее, против него. В общем, не говоря уже про нулифайр. Да, Сенкинг и его эпицентр — это всегда достаточно мощное оружие. В принципе, огромное количество берста есть, да, который может лететь. Ты там госшраут как нажмешь, нажмешь свой худак, но все равно это все будет пробивать Сенкинг. Опять же, ворвется Лина, да, с лагуны. Очень мощный таргет-урон, магический корабль кунки влетит тоже. Ну, на первом левеле уже 400 демэджа от корабля ты получаешь. Это больно все, это очень больно. И худ там, ну, конечно, будет спасать тебя от чего-то, но вот именно так ты можешь прямо и в госшрауде ударить. Тут магии, конечно, огромное количество. А дальше, да, дальше нулик будет, ну, нулифайр будет дособран и будет страдать Некрофоса. Сенкинг больше универсальный, потому что он намного быстрее сплитушить, это раз. Он мобильный, его трудно догнать, на него нужно постоянно иметь расходник в виде просветки там или центры. И он очень сильно напрягает. И вот Некрофос, он неплохо, да, там будет работать при помощи рипера, да, по кому-то. Но, опять же, Сенкинг, он намного, он в соло может закрыть ЦК. Вот он, если запрыгнет, застанет, песок, все таланты на, соответственно, урон какой-то, он там возьмет себе еще, да, там к песку там или к каусте к финале. И он этого ЦК, он может довести его до красного количества ХП, что ЦК уже не сможет драться. Вот, а у Некрофос парень такой, что он под конец только драки, может тебе нормально пробить, да, с рипером. Поэтому там все успеют поражать блокинбары, кто-то там разойдется, отбежит, форстаф. И, в общем, у Некрофос, он такой на более поздней стадии драки, хорошо смотрится. А Сенкинг в соло и на старте, как опен, вот этот фрагер, да, он очень круто смотрится против керри команды Ревенс. Так, тут у нас Кунка немножко загулял, но за счет пикпола отступает, подцепить его нечем. Дастеру оставили линию, он пока получает немножко ХП, немножко голды. Ну, а тампларка правильно уходит, если на линии тяжело, то почему бы не уйти в лес, где она великолепно фармит. И все у нее хорошо. За шишками в лес пошла, не нашла их. Пикпол почему-то остается лежать. Где, где он светится? Справа вот, так, ну сейчас Веспа, вот справа от убийства Веспа прям. Видишь? Причем так Лешак милым бегал, что-то как-то... И вот тут еще и на варде видно. Тем временем Хаос нажимает фантазм, чтобы просто побыстрее пофармить. Аплипанцы сейчас подсвечиваются же. Да, они светятся. Но они прям не то, что прям светятся, но их видно просто в тумане войны, где лежит этот сундучок. Сейчас может ЦК забираться. Просто редкий случай, даже вот... Такое ощущение, что это мало что изменило. Потому что, как правило, если ты ронял этот сундучок, если ты про него забывал, то ты про него забывал и все. И сейчас даже если он подсвечивается... А, о-о-о, сейчас Кунка зайдет и такой... Вверх Тауру очень сильно страдает. Я думаю, Лина сейчас поработает по нему. Там 72% здоровья. Сейчас она сама будет забирать, да. Разменивать? Просто 72% здоровья, да. Я на рыбал. Ну ладно. 7 из 2, 7 из 2 хп, да. Процент стоил. Да. Извиняюсь. Ну, в общем, размен вышками стандартный. Никого здесь ничего не удивляет. О, пикпол для Санкинга. 6 ко всем атрибутам. 6 ко всем атрибутам. Плюс возможность быстрее передвигаться, что позволяет и отступать. И, в принципе, ну просто быстрее двигаться по карте банально. Это очень приятная тема. К тому же Лешраку. Вот он все раскастовал. Пульс новый, диаболик. Ему зачастую очень прикольно нажать эту свинку. Ну, он фейристринг, это понятно. Здесь бы скорее какому-нибудь другому персонажу зашло. Ну, отдали. Отдали. Пошла Макропира. Пытаются не пустить здесь, ну, какая-то кривоватая Макропира. Ну, вот на нее заезжают крипы. Сотя, ну, когда мы же получил, побегал, так пытался подловить первый карапас от Джакира. Нет, вот. Дамы получил намного больше. Из плюсов ты всегда застанешь, конечно, от Джакира. Но из минусов по нему пройдет один тик урона. А тебя будет жечь все тики, пока ты стоишь на Макропире. Плюс еще какое-то время, после того, как ты с нее сойдешь с недавнего относительно времени. Когда это было добавлено изменением. Да, неприятно. Так. Там Пларочка уже сама. Сейчас так и с Инкинга тут главное не заблочить, да. Случайно. Пробежавшись. Ну, пока максимально грустно у Кэри дела. И у того, и у другого. Кэмпларке прям тяжело дается. И хаос на это тоже. Кэмпларка на порядок быстрее леса фармит, нежели ЦК. ЦК. Ему хочется, знаешь, что хороший старт. Чтобы у него вот этот Медас появился там минут на 7-8. И тогда он, да, вот он не проседает имени по поводу... По отношению к Тэмпларке. Именно в плане фармы. А так она сейчас отрываться будет потихонечку-потихонечку от него. Вот именно за счет Эпси Блэйдов. Ну, чуть побыстрее у нее темп, я вот смотрю. Да, чуть-чуть быстрее она идет. Она вот отставала буквально на 300 монет. Сейчас уже опережает. Но в целом он более-менее равный. Скорее зависит больше от пространства, которое есть у героев. За ЦК, кстати говоря, выехали здесь. Он отступает. Но могут просчитать его траекторию. В целом мы не увидели. Два героя его убьют. Увидели. Ой-ой-ой. Минус ЦК. Без шанса будет. А вот теперь Тэмпларка точно оторвется. Да. 20 полминутки, которые ЦК сейчас будет, наверное, сидеть. Я думаю, она там сейчас неплохо должна где-то подфармить. Минус голда. Открутился весь треугольник. Сейчас туда пойдет дальше выфармливать. Будет, опять же, на темп себе артефакт брать. Уже есть плюс изволятор. Так, нападение еще одно. Возвращает Никса. И очень прикольные макропиры корабль не позволяют они пойти за конкой. Он нажимает пикпол и уходит отсюда. Ну, вот как-то так. А тем временем... Улетать отсюда или что? Отсюда. Они практически отсюда делали ТП. Прям очень близко. Одессмарт, по идее, должен умирать. На пикполе сейчас его, возможно, догонят. Да-да. Он будет умирать здесь. Увидел? Увидел? Нет. Все, все. И телепортируется, да, чтобы подцепить виспа. Цепляет, подкапывает. Лишак пытается дать сюда. Ой, какой стан от Лины. Еще и ЦК сюда решил. Как-то этого Сен Кинга сам в песок зашел. И это может быть очень неприятная смерть. Некрофос. Коса пошла. Очень хорошая в Сен Кинга. Некрофос круто подкараулил здесь. На, и в итоге размен получился виспа на Сен Кинга. Хороший даже. А вот если бы ЦК отдали, было бы очень неприятно. Да, вовремя здесь нужное место. Нужное время в нужном месте оказался у нас Крофос. Если бы там не было, конечно, тут ЦК бы второй раз умирал бы за полторы минуты. И это было бы уже печально для этого парня. Хоть у него мига себе есть, но все равно. Опять у нас игра такая полномерная засыпает. Нас фармят две первые позиции. И вот эти вот редкие такие выпады в смоках. Или какая-то драка за тиранин товара. В общем, будем ждать, пока они нафармят. Опять же, потом Рошаны пойдут. И после этого уже будет такое генеральное сражение. После которого решится игра. Да, тут в целом по такой игре действительно все возможно. В зависимости от реализации в драках. Ну, конечно, если все будет вот так вот развиваться, то все сложнее будет. Вот сейчас темпларочку очень круто поймали. Но все залетает в рефракшн. И рефракшн слишком поздно сбивается. И сейчас еще и проблемы здесь у Лешего. Увозит его висп. Хорошая макропира кладется. Ну, висп спасает ситуацию пока что. Хотя, конечно, проблема теперь у них с Ассасина. Все, его придется отдавать. Так, у тебя шансов. Ну, дальше можно попытаться сейчас поддавить вот этот тиранин тавер на миде. И получится, опять же, понапрягать с Ликвидфайром. Хоть у нас Джакир и не максил его. Да, из того, что пятая позиция, суппорт. Такой, не захотел играть через макшен и через Белблист. Да, второй неплохо все равно будет пробивать. В любом случае. Ну, кулдаун хотел все-таки урезать. 12 секунд и 4 секунды есть большая разница, да. Что-то на регулярной основе это делать. Такой. Такой. Ликвидфайр врывается. Правда, не копает Виспа. Но, с другой стороны, у Виспа вообще ничего нет. У него просто ничего нет. Он стоит там, что-то делает. А у Кунки суперфаст БКБ. И это суперфаст БКБ. Очень круто работает. И Виспа можно попробовать? Пробует. Пенок умирает. И забирает и Виспа. Следующий на очереди Кунка, видимо. Да. Тоже умирает. А Лишак? Да, его тоже можно. Или Шака Джакиро. Висп... Ну, далековато пошли. Вот просто могли забрать одного только Некровса и отступить. Но пошли еще за Виспо. Ну, все равно хорошо. Вышку забрали. Темпларка как бы фармит. Да, отдали Кунку. Отдали Джакироса. Жадность. Жадность, да. Весел нужен, на самом деле. Против Некровса играешь. Пока нету нульфаера, да. Чтобы вот эти хилы все не залетали от Виспа с Некровса. Нужен какой-то Весел. Я думаю, на месте того же самого Сенкинга может быть задуматься. Потому что этот парень неплохо фармит. Потому что кто этот Весел собирать будет? У кого? Ну, Кунка мог собрать с Миды, да. Да, Сенкинг, наверное. Темпларка вряд ли. Лина могла, но решила выйти в линзу. Докира, ну, денег не хватит на Весел. Так, на миде. Ну, отходи. Попытка не напасть. Плакенбара нет. Хорошо тут прикрывает. Тут с Веспом тяжеловат. Ой, как хорошо Сенкинг его подкопал. Не дал увезти. И сейчас еще и там подцепили Лешака. Пойдет ли Кунка до конца. Ну, есть БКБ, но решил, что на этот раз с Веспа хватит. Ирегенчик еще сверху. Да. Подобрал приятно. Ирегенчик. Так, делайте ваши ставки, сколько на стакает Некрофос себе. Ну, вот честно сказать, даже вот приставить 10 стаков этого регена, это такая мелочь. Настолько мало. Как бы... Да, на 6 и на 2 ману. Скажем так... Ох ты, там еще Никс все-таки загулял, доигрался по итогам. Скажем так, в каких-то моментах это зарешает. Ну, как правило, Некрофос забирают за берст и с каким-то дебафом на хил. Поэтому в данной ситуации мало что изменится. Если он выживает, то да, конечно, он будет сейчас жестче отхиливаться. Ну, скорее, такой приятный бонус. Может быть, он настакает 100 стаков. Хотя, конечно, представить 100 убийств с ультимейта довольно тяжело. Я вот десятки-то убийств с ультимейта не в каждой игре вижу. Иногда он бегает минут, там, 20, а у него ни одного фрага с ульты нет. Потому что он где-то кого-то просадил и не добил. Потом он просто не мог реализовать ульту. Ну, такой сделали... О, приоритетная цель в браках. Да, сделали... О, Лишак покупает новый Бладстоун. Кстати, довольно интересный. Новый Бладстоун, который повышает магический вампиризм. Ну, тут... Тут must-have какая-то шива. Шива и... Не знаю, насчет Скади. Весел... Тоже неплохо бы собрать. Потому что штука довольно сильная. Ну, слишком много вообще хила. Тут и Некрофос, и Висп, и Лишрак с Бладстоуном. Слишком много хила Оригена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как же... Как же сыграли! Вот он, вот он пошел, Лишрак. Чё-то... Хе-хе-хе! Ой... Виспина прилетает на СТК с Виспом тоже. Через 5 секунд Виспом нужно жить, жить, жить! 3 секунды, 2, 1, нужно увозить! Успеет Ли! Не-е-е-е. Разбивается. И за СТК тоже здесь побегут. Нету блокинбара, чтобы уйти. Но нет, мы все-таки решили не бегать за этой красной точкой. Последней просто на Рошану выйти. Да, тут под изолятор сейчас это быстренько все. Отдали 2-х суппортов. Как мы видим, Лишрак слишком быстро рассыпается, не успевает его сработать. Да и вообще, Джакира чуть-чуть не добили, что-то развернулись его дофокусить, и это стоило слишком дорого. А вот дезолятор, который сейчас имеет стаки, вот это как раз гораздо более интересный артефакт. Потому что, во-первых, эти стаки гораздо более легко накапливаются, ниже стаки ульты Некрофуса. А во-вторых, они гораздо сочнее смотрятся по началу игры. Вот уже у него дезолятор чуть лучше, чем на единичку урона, чуть лучше, чем старый был. Ну и, собственно, дальше копить. Да, и мы смотрим на темп арку, смотрим на ЦК. Что этот парень сейчас на коне может сделать. А у него есть Мидас и есть Тальти Бустер. Вот Сенкинг всю драку сделал, да? Вот сколько он демиджа нанес? Он запрыгнул в троих, он практически полностью убил Некрофуса. Он на Лешаку снял две трети хп. И максимальный, наверное, демидж показал вообще, который возможно сделать на данной минуте, да? Поэтому, опять же, возвращаясь к тому сравнению, Некрофус либо Сенкинг. Тут Сенкинг побеждает, я думаю, с большой форой. Да, очень хорошо он реализует все свои возможности. Лешрак ищет здесь какого-то Джекироса. Джекирос ставит ворды. Прямо, прям под Сентрики поставил. Ну и, конечно, погибли здесь Дастер. Еще стак забирает. Это третий стак. Иреген повышается до 12. А, в основном, минимально до 4. Невероятные цифры. Вот в тот раз бы на Джекира на верхней руне кинул бы сразу этот репер на пол хп. Забрал бы себе стак и в позиционку лучше у него была бы. Тогда бы... Тут Кунка в инвизе. Ой, как больно сейчас может пробить. Но, на самом деле, более-менее. Лешак активирует Бладстоун. Все нажал, все прожал. Вис пытается его увезти и увозит. На фонтан, кстати говоря. Минус 20 порта, скорее всего, сейчас будет. Да, одного забрали. Второй будет умирать буквально через 2-1-0 секунд. Очень больно. И, опять же, Некрофос. И еще... Да-да-да. Сен Кинг уже раскастовался. Пошел. Подкоп залетает. Очень много магии. Но пока что держит удар Некрофос здесь. Более того, гушраут, стики и деспульс имеются. Поэтому все, отхилят. Просто магии Сен Жен Кай из Худ оф Дефайн. С Вембрейсом на силу. Пробить Некро будет довольно-таки тяжело. Во всяком случае, Сен Кингу. Но, опять же, Сен Кинг заселен не тем, что он в одну цель хорошо оберстит, а тем, что... ООЕшное заклинание. Да, иллюзии умирают сразу ЦК. Вот что важно. Тут Некрофосу, наверное, в ближайшем будущем нужно будет... Он, конечно, на себя сейчас собирает артефакты, да? Худ, соответственно, Кай Сен Жен, там, Юул. Но в дальнейшем ему нужно Худ прогрейдить до Пайпа. Почему? Чтобы иллюзии ЦК, они дольше жили. Опять же, из-за того, чтобы магия на них вот тут не супер мощно действовала, чтобы они не умирали от одного эпицентра, все-таки Пайп, наверное, неплохо будет смотреться. Там будет Мека на Веспе, Пайп. Можно будет поддерживать. Тут попытка развлечь Кунку. Ага, увидели. У него БКБ. Он сейчас сам развлечет кого угодно. А вот очень хорошо поймали, и... И он просто не успевает... Нет, он успевает нажать, у него еще есть Сенс Ринг. Но драться здесь, конечно, уже очень тяжело. Ставится пауза Джакира у нас, вылетел. Но Кунка выжил. Все, Кунка уйдет. Он уже все откастовал, у него нет маны. Отхилиться. Простили. Хороший бы килл был бы. Опять же, неплохо Никс там заходил. Но отпустили, отпустили. Слоринг тоже. Неплохо здесь спас его. Кто он взлетает? Дайстер. Один из самых опытнейших вообще игроков своего региона, Южной Америки. Один из старейших игроков. Тоже на многих интернешналах, по-моему, побывал. Сейчас неплохо свою команду направляют к победе на второй карте. Ну да. И уверен, что они хотят вернуться в первый дивизион, к третьему сегменту. Это уже как бы возвращаешься в первый дивизион, на третьем сегменте. И ты уже как минимум, даже если на инт не попадаешь, во-первых, ты попадаешь на квала, во-вторых, ты остаешься в DPC на следующий год, хоть там во втором, хоть в первом дивизионе. Это уже как бы какой-то плюс. Стабильность. Самое главное. Да. Опять у нас просит секунду еще. Теперь уже рейвены. Что у них? Ну, очень... Сироки, сироки. Тут по-другому паузу не ставится. Год очень много в плане пингов, лагов. И сейчас Южная Америка, она как Китай, не знаю, двух-трехлетней давности, да, что у тебя на регулярной основе вот эти вот какие-то спайки, фризы, что у нас даже на трансляциях, да, такое бывало. Это не от нас зависело, от сервера, да, что на регулярной основе что-то вообще происходило, что несмотребельно просто было. И вот здесь вот в Южной Америке сейчас плюс-минус то же самое происходит. Очень сильно мне эта игра напоминает то, что мы уже наблюдали на прошлой карте. То есть вроде тоже какие-то попытки от Рейвенс, вроде бы что-то происходит, но преимущество у Нопинг. Здесь, конечно, ЦК, в отличие от прошлой игры, и Вайда, там у Войт отставался, здесь ЦК идет с опережением, но... Ой-ой-ой, Алибарда могут сбить. Так, забирает... Курьер! Мисс, мисс Курьер! Все-таки забирает здесь Секси Фетт. Алибарда, это прям очень неприятно. Секси Фетт отлично сыграл, и Алибарда, которая сейчас могла сильно помочь, в итоге вместе с Курьером улетает. Ир-2 забирают. Тараска. Нас каких-либо проблем. Тараска, да, поможет ли эта Тараска, да, неплохо, опять же. 3 700 хп, ну, армора нет, одна такая одинокая Тараска. Дальше ты будешь собирать вообще непонятный предмет, зачем, опять же, против Сенкинга, Джакира и Кунки. Ну, посмотри, что... Алибарда, Манту, да, да. Планирует собирать. Тебе и так иллюзии твои умирать будут, те подавно будут умирать. Тут скорее вот какой-то... Во-первых, ЦК без армлета весьма удивительно смотрится, потому что армлет все равно слишком много дает те же иллюзии со включенным армлетом просто в несколько... Ну, не в несколько раз, а на 500 хп жирнее. Это, во-первых. Во-вторых, Джакир очень крутой выбор сделал, Вейл, который, опять же, накидывается на эти иллюзии. И плюс ко всему, пока Джакир еще слабенький, у него нет второй ульты, вот скоро появится, у него айс пасс в единичку. Но и Джакир с каждой следующей минутой будет становиться сильнее, даже без артефактов. Поэтому, да, поэтому Хаоса здесь перспективы не самые радужные. Кунка, Джакирос, его вырубают очень жестко. Так, Кунка. А, смотри, или... Так, сейчас я посмотрю потом. Да, 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 да. Смотрим, лог сделают. Так, тут нападение, что по виску. Вис пытается увести Хаоса и увозит его. Отличная игра от виспа. Но ловит Никса. Ловит Никса. Карапаса. Ну, тут сразу натальный ул. Забирают его здесь, наверное, с одного молда, он тут сейчас умрет. Сто процентов. Ну и минус Вис, опять два саппорта. Опять два саппорта. Я понял, почему он собирает манта-стайл. Потому что его иллюзия получает 325 дамеджа. А у людей манты 300. Во. Входящего. А они более живучие будут. Неплохо. 300 процентов. Ну, на самом деле, Джакир это все равно, сколько иллюзий убивать. Хоть 10, хоть 20, хоть сколько они будут получать. Он все равно будет давать макропиру, айс пас в эти иллюзии, которые будут пытаться фокуснуть кого-то и сжигать все. Да, это пустая трата денег, как по мне. Манта. Тут скорее нужно, может быть, даже в блокинг-барку, это нужно было уходить первым артефактом. И еще одну иллюзию с шарда будет потом спауниться. Больше иллюзий. Классно. Так, Лешак. У Лешака нет БКБ. Ой, БКБ больно. Да, у него нет брони еще, к тому же. У него только Блодстоун, Худов Дефайнс и Сэн Джин Кайя будет. То есть брони у него нет вообще. И его тампларка с Кункой через физику испепелят. Вот это, кстати, тоже странное решение. Купив уже так много всего. Ну, вот после Сэн Джин Кайя точно он сделает себе что-то. О-о-о. А тут... Очень хорошо среагировал, заманил. Кстати говоря, минусникс и вообще в панике в какой-то рейвен сейчас находится. Сейчас нужно будет уносить Лешака атака. А ЦК. А ЦК с фантазмом на кулдауне. Внезапно оказался. Видимо, где-то драка была в другом месте. Джекироса могут забрать. Джекироса забирают. Лешак с Блодстоуна неплохо регенится. Здесь Сэн Кинга должны забрать. Забирают Сэн Кинга. Торрент. И Кунка не смог улететь. Получает косу. Как-то раздали. Очень много раздали. Вот на начало драки у Сэн Кинга на ультимейте был кулдаун 10 секунд. Из-за этого без его ультимейта все пошло по накатанной. Вниз. В этой драке. Потому что с ультимейтом ворвался, конечно, было бы там все на порядок лучше. Без ультимейта демеджа просто нет. Как такового. Опять очередная драка. О, опять фантазм, кстати, вне драки. Очередная драка, в которой мы видим, что все отлично начинается у Нопинг. То есть просто Темпларка против пятерых героев забирает Никса. Может после этого отойти и все. И это уже будет супервин ситуация. Но в следующей драке выясняется, что они теряют трех героев. Развод был, она потратила БКБ, Никс свой купился и продолжили драку. Темпларка уже без Блокинбара была. Может быть, даже это наоборот. Такой плюсик был для Рейвенс. То, что Никса убили. Может быть. Ну, в итоге так и получилось. Действительно, получился плюсик. Кстати, о разводах. Темпларка у нас покупает Аганим. Теперь она будет постоянно сплитить и мутить какую-то грязюку. Оп. Наверх. Да, конечно, супермобильный герой становится. Только главное успевать расставлять ловушки. Мелан Холли в принципе неплохую игру. И на предыдущей карте у нас показал на втором Блэйде. Я думаю, плюс-минус такой опытный парень. Коли Аганим третьим артефактом заехал. А сейчас шардик еще себе сделает, чтобы еще и с Эланс вешать. Очень круто будет. Оп. Приятный артефакт тоже для нее. Плодин сорт. Ну и Рошан. Рошан встал и как раз там тот самый шард. На. Сенкинг. Все видят. Ой, как под Вардом гуляют вообще здесь. Но. О, хорошо копает. Великолепно. Да, как же больно. В итоге некров состирают. Но в размен на Джекероса. Минус ульта. АЦК. Опять же пятерка на тройку. Тройка с байбэком. Темпларка смотри, что делает тут же. Ну вот. Пошли разводы. Пошла макроигра опять же от Нопинг. Чем как раз они и были сильные. На первой карте. Так. Оп. Хорош моментальный тут. Телепортик. Ну и Рошан. Да, просто по карте катают сейчас. Свои оппоненты. Темпларк. Сплетел только что Тир-3. А уже бьет Рошана. Буквально через 2 секунды. И она может вернуться прям обратно на ловушку, если что. И ей в принципе будет достаточно 10 секунд, чтобы сломать вышку. И возможно даже бараки. Так, вот он. Шард. Спайдер Лекс. Да, шардик для нее. Опять же, можно теперь убивать какого-то загулявшего там суппорта, который будет там одиноко фармить. Лайн. Поэтому, да, с Сайлосом тут, конечно, сейчас она посильнее стала. А, какой-то супер кривой телепорт был только что. На миде. Дайстер. Опасно. Ну, тут в центре хороший стоит. Опять же, Вижн. Тоже в лице Апса. Видит прекрасное передвижение Никса. Знает, где находятся сейчас герои команды Ревенс. Ну и выход, наверное, на Тир-2 на топе. Красный Тауэр там под Аегис. Я думаю, сейчас будут навязывать Драку. Опять же. Ребята из-за NoPing. Искать. Там у них все неплохо за счет вот этого Аегиса как раз. Ну и Тимпларка, да. Супермобильная Тимпларка. Пытаются ее поймать. Кажется, потом в правом лайне отъедут. Ну, как-то зачем, когда сверху у нас падает Тауэр. Кларке даже и в голову, наверное, не придет сейчас куда-то лететь вниз. Правда, сверху у него ловушка особо. Ну, вот есть такая. Там минул. Ну, да, просто отпушить в мид можно. Оп. 14 таков уже на Дизоле. Да. Неплохо. Там 25 максимум, да? О, Джакира появился Шард. Ликвид Фрост. Интересная особенность, то, что когда он два выстрела делает, Ликвид Форест и Ликвид Файр, вышка практически перестает бить. Так. Классно, ЦК. Пытался тут подловить. Тут какая-то интересная ситуация. Тут Кунка бегает. Никс успевает подкопать Темпларку. Ну, а что у нее? Аегис. И все залетает в рефракшн. Все залетает в рефракшн. Никс успевает себя поднять в Юл. Карапасы. Вис пытается его унести. Увозит. Тем временем, Дастера щелкнули неплохо. И Сэн Кинг тоже ничего не сделал. Пошла просветка. Там гем еще. Очень неприятно, что его сейчас можно потерять. Да, вот вторая просветка и минус гем. Какая-то кривая драка была. Изначально видно, что очень криво заходили в нее ноупинги. Вежно не хватало Темпларка. Знаешь, она туда-сюда бегала. Лево-право, лево-право. И вообще практически не била никого. Странно. За время Блокенбара толком дэмэдж ты не нанесла ни по кому. Ну и что? С появлением Айн Диска на Некрофсе уже прям напрашивается супер сильно Нулифайр. Потому что теперь он будет работать и против Айн Диска в том числе. Очень хотелось бы заиметь такой артефакт. Но пока даже и не собирается. Хоть кто-то делает Нулифайр? Нет, но это ошибка. Довольно серьезная ошибка. Потому что Нулифайр сейчас будет выключать... Причем по идее он должен еще и баф Бладстоуна диспелить. По идее. Вот этот момент я не тестил. Снимается ли этот баф. Но даже только лишь против Некрофоса. Это очень крутой артефакт. Но решают, что нет. Решают, что Некрофос для них не проблема. Вообще это правда. Пока что. Проблема их скорее... Это супер... Супер кривые заходы в драку. Так, Висп. Меха спасает его тут. А Холли Локет еще был. Да. Заманивал, заманивал. Байтил. Так, Гем появляется у Некса. Пункта на миде. Отпеет ли стан сделать? Да, успеет ли стан сделать? Делается с ажентальным ультимейтом? Пая практически нет. Убивает его тут неплохо. Корабль не может кинуть. Но нужно ли соусы забирать? Да. Отправляется он в таверну без байбэка. 83 секунды. Такой, в принципе, зеленый сигнал светофора для тире 2 тавора на миде. Может быть даже и рампы. Темпларке нужно моментально сплит. Надо вниз лететь. Да, неплохие две ловушки снизу стоят. Я думаю, сейчас будет пытаться сплетить. И Никс это должен прочитать. Он уже должен оказаться снизу. И в адвизе ждать ту темпларку, которая полетит туда. Пока что Лешак туда идет. Ну, Лешак-то нужен в атаке. Да, Никс при этом тоже в атаке находит. Мне кажется, Лешак-то нужен в атаке вышку пушить. Но он решает, что лучше он снизу посплетит. Темпларка тем временем тпшится. Восстанавливает себе ману. С маной есть некоторые проблемы. Они плохо тавуров побивают. Такого же большим становится. Так, Темпларка решает потягаться с Лешаком. Зря. Согласен. Но у нее Сфайдер Лекси. И она в итоге провоцирует релокейт в спа. Уходит. Ну, нормально. Потянул время. Полетит ли опять направо? Я думаю, что не сейчас. Как-то он так аккуратничает. Аккуратничает. Ну, оно и правильно все-таки. Кэрри. Ну, байбэк есть. Но все равно не хочет эти лишние, там, две с лишним денег тратить уже на этом левеле. Просто, чтобы просто так байбэкнуться. Знаешь, вот мне кажется, все последние драки во многом были, ну, пинг проиграны. Из-за того, что они не могут найти виспа. Порываются все время у кого-то другого. Висп просто с релокейта увозит героя. Либо релокейт, либо просто мега холи локет. И там огромное количество хп. Особенно, если по Некрофусу вот этот фокус идет. Да. Некрофус очень много там выхиливается в госшрауде. Будет делаться шард. Будет делаться аганим на кунке. Но все это прям такой супер жесткий тимфайт. Сенкинг кунка с такими артефактами. Это очень неприятно. Для того же ЦК вообще это огромная проблема. Никс тут ходит. Видит все ловушки. Неприятно. Был бы сейчас гем у этого Сенкинга, да? У сексуального жарка. Ооо, нападение на темпларку. Темпларочка нажимает. Ой, неужели она улетит? И улетает с помощью своего ультимейта аганимного скилла. Вернее, забирают Джекероса, конечно. Сенкинг поднимает себя в Иул. Но должен он здесь погибать. Да, погибает. Ну. Темпларку сейчас простили. Прямо скажем. Темпларку простили. И цикады мы же толком не нанесли. Как-то несинхронно у них это все происходит. Да. Пларку очень много подставляется. И сейчас БКБ нет. А без БКБ уже очень тяжело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это будет выход. Там 4500 хп. 900. Ну-о-о. Пфф. Ха-ха-ха-ха-ха. Он лопнул. Что-то как-то сами даже не ожидали. Некровусу не дает сделать ТП. Висб здесь пытается подсейвить. Но Кунка сразу очень грамотно идет. Выбивает гем, кстати говоря. Забирает его. Тем временем Некор без АНДИСК уже жил какое-то время. Блин, какие минус 4 просто делают на... Казалось бы. И вот двух мелдов просто как-то сейчас, мне кажется, сработало. Мелд-мелд. У него там просто пол хп лопнуло за раз. Так так и было. А у ЦК же нет брони вообще. Посмотри на его айтемы. У него манта, у него скади. Но у него ни одного айтема на броню нет. Поэтому хп много, но это все хп неэффективное. Вот добавить сюда керасу, он сразу кладет керасу себе в квикбай. Ровно после твоих слов там появляется кераса в квикбай. Ну потому что, я думаю, любой поймет, что у меня 4000 хп, но я улетел просто куда-то. И все. И тут Джакира моментально подходит на скорость атаки вышки. Она сделала... О, еще и под фортификацию нет. Раз выстрел, два выстрел, три выстрела. Три выстрела под фортификацию нет. Четыре все-таки успела сделать. Самое главное, что она катапульты не убила. Да. Самое неприятное там две эти каталажки. Неплохо напрягать. Можно как-то дальше, может быть, попробовать. Да можем, можем. Ну хотя бы Тир-3 Тауэр просто нести. И после этого отойти там в сторону Рошана уже плюс-минус его там дожидаться. Ну либо по стороне прям до конца поработать. Опять же, блокин-бары есть. Так. Плохой станок здесь, это не сможет. Надо добить, отойти, наверное. Хотя нет, работает дальше меланхолия. Ну очень хотят Барак забрать. Нет, все-таки отъезжают здесь. Джекироса оставляют. Джекирос уже останется. Он продолжает бить по Бараку милишному. Ну, кстати, смотри, как Барак так неплохо подгорел. 900 хп осталось, но добить не получилось. И вот, пожалуйста, вот цена этой ошибки. Один заход на хайграунд от ЦК какой-то непонятный. И в итоге они потеряли одну сторону. Вторая осталась надкусана. Не будем забывать про сплит в виде темпларки с аганимом бесконечный. Теперь с базы будет еще сложнее выйти. Рошан очень быстрый. 39 секунд было после охранного таймера. Поэтому сейчас нельзя его здесь будет упустить ребятам из наупинг. Как же хорошо стоят ловушки эти. Темпларка прям готова уже в любое место лететь. И пачку скипнуть. Все видит еще. На, и Рошана контролировала. Барак внести, если что. Она просто выбирает тактику скипа пачки. Потому что вряд ли ее будут... Ну, ее ожидают в месте, где крипы там дерутся. Да, ну... Ожидать темпларку прям постоянно везде. Так, Никс. Никс сейчас находит темпларку, но они друг друга не видят. Поэтому... Никс уже без гема. Из-за этого неприятно ему будет. Появляется Рошан. Это, кстати говоря, очень неплохой шанс сейчас для Дайра его подхалявить. Потому что Радиенты не чекают. С другой стороны, если темпларка сейчас... Скан, если залетел бы в Рошпит. Ну, успевает. Уже миспозиционка какая-то. А представляете, что темпларка сейчас бы осталась? Она бы снесла Тер-3. Возможно, даже Барак. Успела. Никса боится. Опять же, что... Никса очень долгий станок. Сколько там? Два шестьдесят шесть, по-моему, да? Два восемьдесят пять даже. Ну, этого хватит, да. Да, чтобы прилетели люди, она просто уже никуда не денется. Ну, вот такая игра у нас интересная получается. Потому что теперь сыр и шард появляются у Хаос Найта. Силовой блинк. Потом продать саблю. Купить еще себе Кирасу. Потом еще взять. Я даже не знаю, что еще взять. Вот какие артефакты на Хаос. Какой-то прям на жир еще. Кираса must have. Может быть, какой-нибудь, не знаю, Сатаник добить. А, Сатаник, Сатаник. Да, Сатаник. Сатаник или вторую Тараску. Сатаник с супермощным. То есть три артефакта с ривером. Сатаник, блинк. В принципе, все три, которые и собираются из ривера. Плюс Скади, плюс Манта. Ну и Кираса вместо с саблям. Вот это будет. Да, максимально статовой тысяч, там, семь хп будет у него. Такое уже будет тяжеловато. Прожечь. Но все равно все еще достаточно реально, если Джакира попадет айспасом и макропирует. Ну смотри, сейчас, когда он на рампу заходил, вот на рампу треугольника, он разлетелся очень быстро. Это было пять тысяч хп. Ну, семь тысяч хп, я думаю, недалеко от пяти. Да, да, да. Тем более, защититься еще от физики можно Кирасой, а защититься от урона Джакироса вряд ли получится. Пишу у нас в Джакиро там. Фаешка есть и госкепитер он купил. Тоже полезный, в принципе, артефакт против вот этого фокуса. Таланты прикольные у него. Да, он сильный герой вообще сам по себе. Почему в турбо максимальная доминация идет, самый сильный вообще герой в турбо, когда ты играешь, это суппорты. Потому что эти герои, они в компетите в доте, ну в обычной, да, когда ты играешь, они очень слабо левел получают. Но в турбо ты получаешь, как бы, эти левела в разы быстрее, да, в два, в три, в четыре раза быстрее получаешь. И, соответственно, они сразу обрастают этим экспой. И из-за этого эти герои, ну, очень трудно драться против суппорта 30 уровня. Не знаю, Shadow Shaman возьми на 30 уровне. Как ты против этого парня будешь бороться? Да, очень сильный. Друзья, не забывайте про наших партнеров в инлайн, баннер по трансляции. Заходите, кликайте, получайте 2000 и ставьте куда, на что вам нравится. Да, вот я смотрю на таланты, то есть вот хочется, с одной стороны, ну понятно, что он возьмет, скорее всего, полсекунды Айспаса и еще и перезарядку Айспаса. Это прям очень сильно. О, Templarcus пушила барак. Я пока рассказывал про Джеки Росса. Вот вам, пожалуйста. Все, теперь верхняя линия тоже будет пушиться. И со Спайдер Лексами убежала. Вот, и с другой стороны, если брать 30, то тоже вот талант левый на плюс 30 к Макропире и правый, они еще так дополняют друг друга круто. И урон 6% от заклинаний будет здорово. Поэтому у него потенциал серьезный. А, еще и Таймлесс Релик выпал, что тоже, скорее всего, ему достанется. Так, Templarca готовится. Templarca улетает на топы. Кстати говоря, здесь внезапно Лешак подставляется, Лешак микро-юлом себя поднимает. Сыр съел, нажал Бладстоун, но Бладстоун нажал в никуда. Да, отличная лагуна от Лины. В этот момент уже Джакира, смотри, что делает. Что делает Джакира? Наглый, да, стернаглый пятерка, просто все это сплетит. Сейчас отсюда Templarca летит как раз. Нет, сегодня Templarca писает, у меня СЦК. Ну, и должны... В идее, хотя, может быть, Айспасом пытается откинуться как-то и телепортнуться отсюда. Нет, все-таки пробивает его здесь. Ну, он вышку надкусил, скажем так. Сильно пробил, да. Надо было оставаться, на самом деле, до последнего. Еще дать в нее, там, пару тычек и один Liquid Fire, и она бы вообще, возможно, даже упала. Прямо сейчас очень тяжелая ситуация. Вроде бы, Аегис, ну, Сыра уже нет, но такие разводы с этими ловушками. А тут еще и Кунка, который тоже крипскипает. А здесь еще и отсутствие фортификэшн, Лешак. Уже Бладстоун есть, Висп есть, все нажимают, отходят. Опять дернули соперника. В этот момент Кунка в инвиз уходит. Пытаются его догнать. Нет, не догоняют. Просто не дают спокойно играть. Показываю двух героев, которые, опять же, смещаются туда, в ту точку. Темпларка уже снизу. Ну, максимальный сплит, максимальная макроигра. Прямо Миланхоли сейчас напоминает, не знаю, какого-нибудь Адмирал Бульдога в лучшие годы, да, с его жесткими сплитами, там, не знаю, на Форионе. Просто не дают тебе что-либо делать. Ты туда-сюда бегаешь, и тебе нужно все линии отпушить. Темпларка просто за один мэлт. Там не за один ударсписи блейдов, да? Так, ну вот ловит вроде. Ну, а как дальше? БКБ же будет. И просто... И просто ТПА, вот. Да. Сейчас будет телепорт на топ. Скорее всего. Ну, или куда там захочет, пока выжидает, смотрит. Пикпол так и валяет, тот самый подобранный. На базе у фонтана. Да, его Сен Кинг поносил какое-то время, но сейчас у него есть Нинджи Гир. Релик оставил себе Лина. Ну, тоже хороший вариант в целом. А у Дастера Трикстер Клоук. Тоже сильная тема. О, правда, его нашли. Хотя, вот сюда темпларка может прилететь. И на самом деле нужно... Хотя нет, она без БКБ, она просто сляжет. Правильно, что не летит. Джакира отдали. Там ли Дастера и стак спидпушат, у него денег вроде неплохо. Я бы даггер купил бы. На самом деле, он очень много времени выигрывал бы. Именно такими спидпушами на своей пятой позиции. Что, ждем следующего Рошана. Падает сейчас Айгас через минуту у ЦК. Я думаю, из-за этого просто не хотят лоб в лоб драться на снофинг. Ну, из-за этих спидпушей неплохих они, опять же, наращивают свое преимущество по Нетвусу. До 8 тысяч. Но на регулярной основе просто напрягают в рампу оппонента. Ничего не могут. Ни одну. Вот сейчас вроде пошли по миду, но... Крипов нет, они только-только вышли. И темпларк уже занимается тем, что толкает бот-линию. Напомню, что бот-линия это последняя целая линия, потому что верхняя уже надкусана. К тому же, сверху тут вот Сенкинг в Нинджигире. Может сейчас очень неприятно будет, если Сенкинг замутит какую-то движуху, на нее отвлекутся, и темпларка в этот момент сделает неприятные вещи. А, темпларка делает линку себе, чтобы ее было сложнее цепануть. Но Никсу все равно, на линкен сферу у него стан проходит сквозь. А какому-нибудь Некровсу, может, и помешает. Самый лин уже сильный, вот смотришь на четвертую позицию, на самом деле она много, так дэмэжи можешь магическому наносить, все таланты. Да. Она магию взяла. Сенкинга тоже сейчас Шива появится дополнительно. Да, в принципе, бросают артефактами все герои именно. Но пинг. Посмотрим, что там у Веспа. Веспа, в принципе, ничего не поменялось. А у Никса. Аганим какой-то выходить не хочет. Но роба у него есть. Да, зачем Аганим? Тут позиционной игры практически нет. То есть тут Аганим вообще не нужен. Скорее, нужен какой-то... Какой-то на мобильность, какие-то блинки там ловить соперника. Ну, блинки есть. О, вот, собственно, он шел ловить Джекироса. Очень неприятно, что у него при этом гем. И еще Хаос Найт нажимает БКБ. Ну, как же много мага урона. Посмотрите на эти иллюзии. Их нет. Их нет. Хаос Найт пытается убежать. Висп улетает. Сенкинг раскастовал эпицентр. Хаос Найт... А вот теперь, кстати, рефрешершат очень неплохо может сработать. Но нет. Все равно слишком много АОЕ. Ничего не могут иллюзии. В итоге минусует Лину, но минусует Лишака. Сто секунд. Лина байбекается. Сенкинг байбекается. Дастер в трикстер-клоке убегает. Остается здесь Некрофос. У него уже ничего нет. Он может косу на развороте дать в Кунку. Но он не видит его. Ой, Кунка, какая может быть ошибка сейчас. Улетел. Улетел Некрофос, но его вернули на кресте. И Кунка выживает. Слушай, как долго живет Некрофос. Долго, но... Очень толстый. Недостаточно. Очень толстый. Есть байбеки. Что у Некрофоса, что у Лишака. Дорампы. Я думаю, сейчас пойдет Меланхоли выбивать эти байбеки. Нужно до Дорампы, наверное, дойти. Попытаться на барах напасть и с какого-то Лишака точно этот байбек выкурить. Ну и Дорошана тоже. Не так долго времени. Что у нас еще по итогам боя? Лина и Сенкинг байбеки. И есть тоже, да, дайбек сделал. Да. Просто байбек или дайбек. Просто байбек. Ну, в принципе, довольно много. Это и Лишака еще байбеков не было, кстати говоря. Ему там впоследствии каким-то образом натикло. Так, тут находят Джакироса. Он вардил. И забирают его на вардах. Но параллельно с этим находят Веспа. И Веспа удается забрать. Байбека у него нет. Мы только что отмечали. Он делал байбек. Лина поднимает СК в Юл. Байбек от Джакира. Хаус Найт. Нажимает БКБ. Кидает стан, но попадает в Линкен Сферу. Вытягивает на себя Кунку. Но это не самая лучшая цель. В итоге, вот, посмотрите, на импакт это иллюзий. Иииии. Никс в Торренте летает. Некрофос подходит. Но у него... Алибарды он не дотягивается до... Ни до кого. Он на Кунку не может повесить. На нем БКБ. Темпларка слишком далеко стоит. И Хаус Найту остается буквально пара ударов. Ну, я думаю, что Хаус Найт все. Да, там еще будет работать Скиттер. Да, это активная способность на Спайдер Лекс. Но не знаю, успеет ли он убежать. В стане он стоит. И его тут уже вряд ли кто-то отпустит. Хотя... Нет, не смог убежать. Успел убежать, но умер. Ну, умер, да. Там где-то... Добивая, да. Байбеков нет. Двух байбеков на двух суппортах. Пять на три. Сейчас будет очень трудно что-либо делать. Хотя... Можно попытаться забрать. Ого! Байбекаться и лететь сюда. Заканчивать эту игру, скорее всего. Темпларка. Блокинбарри уходит. Да, да. Тосканый таймер Ашана полминуты. Могли, на самом деле. Сейчас, если байбек сделать и пролететь просто рвелов. Деньги ему позволяют это все сделать, но не хочет их тратить просто. Темпларк сейчас может вернуться. И у некровца 10 секунд до Айндиска. Да, она возвращается. Айндиск 6 секунд. О, поднимает себя. Нет, это его кто-то поднимает. Да. Ну, Айндиск. Айндиск откатил. И за счет этого выжил. Такой халявный килл, на самом деле, был. В Юл зря поднимали до Гушрауда. Определенно. Его надо было добирать. Его надо было добивать. Потому что они прекрасно знают, что нет байбеков на двух суппортах. Я не знаю, почему испугались. Потому что у него тоже нет байбека. И он бы сейчас на 100 секунд уезжал бы по Таверну. Но, и скорее всего, на этом игра 100% заканчивалась. Потому что это у нас очень мощный танк. Ну, либо Лина, либо Сенкинг ошиблись с Юлом. Нужно, конечно, было ждать Гушрауда. И тогда поднимать в Юл. Потому что потом Темпларка могла бы добить. А из-за того, что Юл был до, добить уже не получилось. А был бы нулифаер. Да, да, да уже пора. Какие-то там делаются свифт-блинки. Ну, нулифаер бы... И Айндиску не позволил сработать. И вообще. Так, Лешрак. Скан очень хороший. А, ну тут вообще, ребята, перехватывают аванпост. Не парятся. Кстати, нет, 30 уронок в Макропире взял. Они... Это удивительно. Обычно всегда брали именно стан Грейделя. А здесь 30 уронок в Макропире. Ну, окей, окей. Тогда имеет смысл брать правый. После... Увидел. Увидел здесь Никса. Никс. Попытка сломает. Должны этого... До... О, хорошо заивейдил Лагуну. Висп его спасает. Но станчик залетает. И Сенкинг продолжает раздавать урон. Коса залетает Сенкинга. Хороший килл. 125 секунд без Сенкинга. Куночка. Куночка жмет. Рефрешер раскастовывает все заново. Висп уже погиб. Где же Темпларка? Темпларка там куда-то бежит. За кем-то. Некрофос. Некрофос очень жестко регенится. Лагуна сейчас будет. Лагуна. Лагуна сверху. Да, это минус. А вот опять теперь он точно без байбека. Рошан есть. Показывает это Радо. И... Моментальный выход на Рошана. Темпларка такой фигней занималась. Какое-то все это время что-то бегала, бегала, бегала. Я даже не понял, что она делала. Ой, как приятно сейчас Аганим. Вот тот самый Аганим для Дастера. Плюс урон на Макропиру. Да, увеличит длину линии огня на 400. Ее длительность 15 секунд. Урон становится чистым. Проходит сквозь невосприимчивость к магии. И на 25 уровне он еще умножит... А, нет, это урон на длительность 2-бреста. Прошу прощения. Это первого слова. Да, да. Сори. Все, по плаву прошла. Так что тот самый урон к Макропиру сыграл сейчас. В талантах. Шард. Да. Урон теперь будет... Ну, ДПС суммарный вообще будет. Лютейшн. Но тут самое главное, что это проходит теперь через БКБ. И вообще чистый урон. То есть теперь невозможно защититься никакими там резистами. Также у Лины у нас рефрешер. То есть она теперь может дать 2 эзерела, 2 лагуны и вообще двойной раскасты. Я даже не знаю, как это все переживать. У меня еще и там есть релик плюс ко всему. Да, еще и с реликом. Сильнейший артефакт на баф. Один из сильнейших. Хотят ПСН Кинга воевать. Еще как-то очень нервозно играют на сноупинг. Вроде ты знаешь, вроде игру контролируют они, но вот именно как-то все нужно до конца, наверное, до конца. Со следующего креста точно будет здесь забирать. Кункт тоже подходит. Иллюзии уж такие неплохие в плане хп и пробиваемости. По лакторам взял СК в итоге. Плакарка снизу еще подгоняет крипов. Да, да, со всех сторон подводят, чтобы прям максимально было тяжело дефить. Конкурс удара сейчас должен все забирать. Да, плакарка. Забирай барак. Ментальный телепорт на низ, и там просто сразу на тауру надо прыгать. А уже летит Син Кинг. Сами не торопятся пока. Ну, сверху уже будут большие крипы. Ис Крест сейчас будет работать опять же на Ланхоле. Ну, за то, что огромное количество зарядов на рефракшн, просто на Крест сажают. И 14 сколько-то зарядов. Хороший подкоп от Никса. Ил, чтобы не вернули на Крест, но все равно успевает она. Точнее, Крест слишком долго работал, правильнее сказать. Вот она Макропира лежит, агонимная. Она лежать будет очень долго. Да, и с правой стороны, если подраться, сейчас на Ланхоле. Блакенбар есть еще. Крест. Пару ударов по Бараку, минус 3 хп. Фортификэкэшн все еще есть. Ждем Крест, Джон Рефракшна. 5 рефракшн, Крест, поехали. А, теперь по Ранжовому, который не регенится. А, пытаются забрать, поднимают. Кстати, в этот раз Крест заканчивается. Но, вот она Лина, которая минусует мидера соперника. В этот момент забрали Кунку, но он нажимает БКБ, Сенкин копает, очень много урона раздает. Торреншторм, корабль, Тайдл Вейв, все это залетает. Каус Найв пытается раздать хоть какого-то урона. В этот момент Тэпларк устанет дизейблет. Но Саппорт Дастер уже начинает заниматься единственным правильным делом, а именно уничтожать бараки. Остается последний барак, на него все накидываются, это мега-крепы. Ну и 3 на 5 ситуация. Думаю, что не самая приятная. Залетает коса в Линкен сферу. И теперь уже Тэпларк и ничего не боится. И Некр, конечно, живет. Оп, Тайдл Вейв. Лагуна очередная. Ну и остается Бинджаз, который регенится люто-бешено, но недостаточно. Зарываем команду NoPing. 2-0. По твери, да, статус они фаворит. Но такая, на самом деле, игра для них. Вроде, да, на опыте они переигрывают в плане макро. Но именно то, что им ребята с квалификацией бой дают, на самом деле звоночек. То, что если они даже в первый день обратно будут выходить, то там будет очень сложно. Да, действительно, такая игра не сверхуверенная для команды, которая претендует хоть на что-то. Но, тем не менее, это победа. Победителей, как известно, не судят. 2-0 сегодня. В следующий раз, может быть, еще и соберутся и к следующему сезону. Вот такая ситуация у нас сегодня. Это была первая игра второго дивизиона. Напоминаю, что под нашей трансляцией есть баннер в инлайн. Можете перейти туда, нажать, получить 2000 фрибетов и радоваться. А еще можете порадоваться через 40 минут, когда начнется игра первого дивизиона. LexForce будет работать для вас. Так что заходите, трансляция будет продолжаться. Ну, а мы с Сергеем с вами обращаемся. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»